Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальное интервью». И веду ее сегодня я, Галинар Сиддикова. И мой собеседник сегодня, педагог-психолог Наталья Милюкова. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, как повлияло дистанционное обучение на здоровье, психологическое здоровье детей? Для того, чтобы осветить суть вашего вопроса, нужно определиться с терминологией, что же такое дистанционное обучение. Дистанционное обучение – это такой вид обучения, при котором преподаватель и обучающийся находятся в разных географических точках. Упоминание о дистанционном обучении впервые встречается в литературе уже в XVIII веке, когда это была конвертная система почтовая. Далее, первый университет в Великобритании впервые начал практиковать дистанционное обучение в 1969 году. Таким образом, дистанционное обучение существует уже довольно давно. И оно различается по видам. Это заученная форма обучения, это кейсовая система обучения, это вахтовая система обучения. И для определенной категории школьников, первые все три перечислены, она используется в большинстве для студенчества и рабочего конгломерата. А вот последнее дистанционное обучение применяется в школе непосредственно для детей с особенностями развития и ограничениями здоровья. Но впервые такой масштабный опыт наши школьники получили, да и не только школьники, но и учителя, и родители получили впервые в связи с пандемией коронавируса и самоизоляцией с февраля по май. И в мае был проведен масштабный онлайн-опрос учащихся пятых-одиннадцатых классов. Онлайн-вопросы были разделены на три блока. Первый блок посвящался непосредственно вопросам дистанционного обучения. Вторая часть вопросов была посвящена техническому оснащению этого процесса. И третий блок вопросов был посвящен самочувствию и здоровью детей именно в момент онлайн-обучения. Этот опрос проводил Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Министерства здравоохранения Российской Федерации. И по итогам уже можно конкретно судить о той доле негатива, которая оставила дистанционное обучение. 80% из всего количества опрошенных получили негативные психологические реакции. 69% из числа опрошенных во время пандемии практически не покидали свою квартиру и все время находились в замкнутом пространстве. У третьей из числа опрошенных наблюдались обсессивно-фобические состояния. Обсессивность — это повторение, фобия — это страх. То есть постоянный страх, который мы наблюдали и в средствах массовой информации, и в медиапространстве. 27% обучающихся жаловались на постоянные головные боли, возникшие в этот период. И 56% — очень большой процент — жаловались на нарушение сна. Вот такая неутешительная статистика приводится по окончанию этого онлайн-опроса. Но если мы будем разбирать это с точки зрения психологии, то это, как бы это ни звучало парадоксально, является нормой. Потому что это эмоциональный отклик организма на происходящее. Что такое эмоция? Это эмоциональная оценка и отклик психики человека на действия, происходящие в окружающей среде. Если вы находитесь на большой высоте, ну вдруг окажетесь на большой высоте, вы испытаете эмоцию страха. Ни печали, ни утраты, а именно эмоцию страха, которые блокируют все функции, кроме тех, которые отвечают за нормальную жизнедеятельность и охрану здоровья. И вы примете максимально быстрое решение для того, чтобы оказаться в тех условиях, которые являются для вас комфортными. И здесь мы столкнулись с тем, что дети, да и все участники образовательного процесса, дети, учащиеся, учителя и родители оказались в нетипичной ситуации. Когда ритуальный сбор утром, поход в школу, объяснение учителя, контакт с учителем, ну и непосредственно вот этот вот шум во время перемен. Все это в одночасье стало невозможно по определенным, уже вышесказанным причинам. И поэтому реакция детей, вот которая отразилась в статистике, она и показывает, насколько дети находились в стрессовой ситуации. И почему они получили такие неблагоприятные психические реакции. С какими жалобами чаще всего обращались к вам дети? Во-первых, нужно сказать, что сразу с наступлением дистанционного обучения на официальном сайте школы и сайте, который размещен на площадке контакта, были выложены номера социально-психологической службы и администрации школы. Для того, чтобы дети и родители могли в любой момент обратиться за помощью или за разрешением тех вопросов, которые у них возникли в этот период. Наибольшее количество жалоб от детей было сопряжено с тем, что дети не понимают обучение именно в дистанционном онлайн формате. То есть, если мы говорим, когда обучение было формата офлайн, когда учитель со своей уникальной методикой, заходя в класс, покрывал своим взглядом всех учащихся, и он уже мог оценить по паравербальным эмоциям каждого ученика, насколько он включен в тему, насколько ему понятно объяснение. Здесь обязательно присутствовали какие-то организационные, дисциплинарные, воспитательные моменты. Это все в одночасье стало невозможным. И вот когда ребенок лишился вот этого всего, видя перед собой только виртуальную картинку, вот этот факт значительно снизил понимание материала, особенно математики, точных наук, физики и химии. Следующий блок вопросов очень большой был посвящен именно техническому оснащению. Здесь в решении вопроса подключались по восходящей иерархии классные руководители, которые иногда и оплачивали интернет детям из некоторых семей. Это и администрация школы мгновенно реагировала, это и администрация управления образованием, и администрация города. В общем, все, что касается технических моментов, было оговорено и в максимальный срок решено. Но в том контексте, в котором это было возможно на том этапе. В этой же связи можно сказать следующее, что до момента наступления дистанционного обучения у всех родителей и учителей была акцентуация на то, что дети очень сильно увлечены телефонами, и это мешает процессу обучения. Но дети увлечены были телефонами в контексте развлекательного и игрового уровня. Но когда нужно было проявить свою техническую грамотность, заходя на различные учебные площадки и осваивать определенные учебные модули, здесь мы столкнулись с определенными сложностями, потому что некоторые дети даже не представляют, что такое система ВОРД. Казалось бы, а вот обнаружилась такая особенность в техническом понимании вопроса. Это тоже послужило определенным триггером. Вообще дистанционное обучение послужило триггером проявления всего хорошего и всего плохого, что было в ребенке. Если ребенок был усидчивый, если ребенок был организованный, если ребенок был спокоен и нацеленный на получение хороших результатов во время учебного процесса, здесь мы увидели, что эти дети и транслировали такую же активность и такой же хороший результат во время дистанционного обучения. А вот все дети, которые проявляли некую лень, незаинтересованность в результатах учебного процесса, здесь мы увидели то, что это усугубилось и вылилось в протестное поведение детей. В замкнутое поведение детей, в депрессивное, апатичное и так далее. Следующий блок вопросов был посвящен уже со стороны родителей, это отсутствие мотивации. То есть, если мы говорим о том, что было сказано прежде, ребенок опускает руки, родители в какой-то момент начинают сами выдавать ответную реакцию, а не воспитывать ребенка в контексте успешности. И поэтому вот такая общая напряженность момента, она и порождала вот такие негативные реакции у определенного количества детей. Как возможно минимизировать эти негативные последствия? Для того, чтобы осветить суть вашего вопроса, нужно отметить, какие негативные последствия были во время дистанционного обучения. Американскими и канадскими учеными были проведены масштабные исследования, потому что дистанционное обучение было во всем мире школьников. И по утверждению этих ученых, для того, чтобы здоровье было сохранным во время такого долгого пребывания на онлайн обучение, ребенок должен проводиться компьютером не больше трех часов. Но в эти золотые стандарты временные уложились всего 2,5%. Остальные 9 из 10 проводили за компьютером по 7 и 9 часов. То есть это и прослушивание учителя, и видеотрансляция, дальше выполнение домашнего задания, ну и, конечно же, само собой пребывание в остальных соцсетях, которые дети в силу замкнутого пространства не были ограничены. И в связи с этим возникли следующие сложности тут же в здоровье детей. Ну, во-первых, если долгое время внимание сфокусировано на близком предмете, близкая фокусировка внимания, то возникает опасность появления, проявления у ребенка миопии, то есть близорукости, которая вызывает размытость предметов, которые находятся в отдалении туман в глазах. Здесь же мы говорим о том, что идет нарушение осанки, потому что очень сильное напряжение в спине, в плечевом, в поясе. Очень большое количество детей жаловалось на боли в кисти рук, потому что это движение мышкой. Далее, такое долгое пребывание за компьютером несомненно вызвало у большого количества детей увеличение массы тела. И здесь же сразу мы говорим, как сопутствующие проблемы, это и сердечно-сосудистые заболевания, и развитие диабета. В общем-то, это называется, по словам американских ученых, метаболический синдром. Такое длительное нахождение перед дисплеем вызывало у детей такое состояние, которое называется компьютерно-зрительный синдром, то есть это покраснение глаз, рези в глазах. Такая симптоматика характерна только людям, которые профессионально занимаются компьютерными технологиями. Но поскольку наши дети проводили очень большое количество детей, то это наблюдалось и у учащихся, которые долгое время находились возле дисплея. Вот такое долгое пребывание в медиапространстве вызвало у детей проблемы говорения и чтения. Погружение именно в это медиапространство, когда виртуальное пространство, когда ребенок общался только сам с собой и изучал только внутренние эмоции, поскольку эмоциональный опыт у ребенка скудный и контроль над своими эмоциями тоже невелик. здесь мы говорим о том, что большинство детей, большинство обучающихся именно в таком контексте сформировалась социопатия. И по окончанию дистанционного обучения многие учащиеся говорили, да мне очень хорошо вот так и дома, потому что ребенку не нужно одеваться, ребенку не нужно вставать, ребенку не нужно проделывать дорогу в школу. Вот он встал, подключился и он уже является включенным в этот процесс. Понимаете? Вот такая аскеза она привела к тому, что ребенок адаптировался, ну определенная часть детей и когда уже наступил момент выхода в нормальную форму, традиционную форму обучения, определенное количество детей, в общем-то выразили протест и сказали, что дистанционное обучение для них намного комфортнее, чем пребывание в классе в шумном, в школе и даже был проведен онлайн опрос, кто из детей хочет остаться на дистанционном обучении, но статистики еще пока конкретной нет. Но определенный момент, что процент детей, которые хотели бы продолжить дистанционное обучение именно в таком контексте существует. А теперь непосредственно к вашему вопросу, как можно минимизировать негативные последствия дистанционного обучения. Во-первых, если ребенок находится непосредственно возле дисплея каждые 20 минут, мы говорим о том, что ребенок должен отводить взгляд на расстояние не менее 6 метров. паузы между уроками должны проходить активно. То есть паузы между уроками не должны быть заполнены снова интернетом. Далее мы говорим о том, что должен быть в режиме обязательно соблюден. Должно быть сбалансированное питание. И родители должны каждый день заботиться о том, чтобы ребенок бывал на свежем воздухе. Как подготовиться к дистанционному обучению, если снова школьники вернутся к нему? Во-первых, нужно сказать, что большую значимую роль играет техническое оснащение рабочего места учащегося. То есть мы говорим о том, что все технические средства, которыми пользуется ребенок во время дистанционного обучения, должны отвечать современным требованиям. и скорость интернета, и разрешение экрана, и четкость экрана, и память, которая позволит в доступной степени загружать тот учебный материал, который будет представлен ученику для обучения. Далее мы говорим о том, что само рабочее место должно быть правильно обустроено, должно быть несомненно удобное кресло, потому что ребенок проводит долгое время. Должна быть удобная мышь, не маленькая, которая вызывает напряжение, не большая, которая тоже вызывает напряжение, а та мышь, которая укладывается в ладонь. Экран или дисплей компьютера должен быть расположен на расстоянии 50-60 сантиметров от глаз ребенка. Мы говорим о динамических паузах и вообще если говорить о повторяющемся опыте дистанционного обучения, который прозвучал в вашем вопросе, я рекомендую всем изучить технологию тайм-менеджмента. Это такая технология, которая позволяет распределить время с наиболее эффективными действиями внутри этого времени. Ребенку необходимо обеспечить учащемуся комфортные условия, когда он прослушивает онлайн уроки. Я понимаю, что в определенных моментах это бывает сложно, когда много детей разновозрастных. Хорошо, если у каждого ребенка есть отдельная точка доступа и разные комнаты, но если в семье присутствуют дети дошкольного возраста, им же не объяснишь, и тем не менее родители должны позаботиться о том, чтобы восприятие информации для ребенка в этот момент было значимо именно окружением семьи, что ребенок занимается, он сейчас скучится, и поэтому давайте в этот определенный промежуток обучения сохранять тишину, которая будет комфортно для усвоения материала. Следующий момент, о котором хотелось бы сказать, это, конечно же, не забывать о физических нагрузках. Если даже ребенок отказывается, то родители должны мотивировать на то, чтобы сходить с ребенком на прогулку на свежий воздух. Если нет утренней зарядки, то это может быть вечерняя прогулка или пробежка, но в этот момент от родителей зависит очень многое. И очень важный момент именно дистанционного обучения, когда вся семья находится в закрытом пространстве, научиться родителям активному слушанию ребенка, не вести себя реактивно на эмоции ребенка не рефлексировать, а постараться понять, в чем у ребенка на данный момент проблематичности. Активное слушание предполагает вопросы во время того, когда ребенок начинает истерить или, прошу прощения, за низкую лексику, психовать. Постараться выяснить, что именно у ребенка вызывает напряжение, что именно ребенку не нравится и некомфортно в этот момент, и, безусловно, решить эту проблематику. Ну и последнее, на чем хотелось бы остановиться, это все-таки напомнить родителям, что вот этот золотой стандарт пребывания ребенка в медиапространстве не больше трех часов, но максимум четыре часа, куда входит и прослушивание уроков, и выполнение домашних заданий, и какая-то развлекательная заинтересованность пребывания ребенка в медиапространстве. Все-таки мы говорим об ограничении этого времени, потому что если это все оставить бесконтрольно, то мы уже с вами обговорили выше, какие могут быть моменты по утрате здоровья. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за беседу. И напоминаю, на мои вопросы сегодня отвечала педагог-психолог Наталья Милюкова. Спасибо за внимание. До свидания. 4 февраля ожидается пасмурная погода, возможен небольшой снег, ветер южный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, температура воздуха ночью 12-14, днем минус 1-3 градуса. По данному ЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой мокрый снег, в отдельных районах гололедица, налипание мокрого снега на провода и деревья, снежный накат. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, температура воздуху ночью минус 10-15, днем минус 3-2 градуса. Коронавирус создает большую нагрузку на иммунитет пожилых людей, поэтому все, кто старше 60 лет, находятся в группе особого риска. Чтобы сохранить здоровье, соблюдайте несколько простых правил. Реже посещайте общественные места, меньше пользуйтесь городским транспортом, надевайте маску и перчатки в транспорте, магазинах, банке или МФЦ. Если нужно оплатить коммунальные услуги, купить продукты или лекарства, попросите о помощи близких или вызовите социальных работников. Часто мойте руки с мылом, особенно после магазинов. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза. Запаситесь одноразовыми бумажными салфетками и закрывайте ими рот при кашле и чихании. Дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь дома. Чувствуете недомогание? Не ходите в поликлинику, вызовите врача на дом. Берегите себя и будьте здоровы! Итак, на дворе апрель 2021 года и к вам в дверь позвонил переписчик. Что делать? Несколько основных правил. Первое. Смотрим на его документы, удостоверение и паспорт. Переписчик обязан их иметь при себе и показать по первому требованию. Второе. Если назвавшийся переписчиком человек просит вас показать паспорт, пенсионное удостоверение или иные документы, это не переписчик. Не отвечайте на его вопросы и вызывайте полицию. Третье. Все ответы переписчик записывает исключительно с ваших слов в электронный планшет. От вас подтверждать что-то документами не требуется. Четвертое. Если у вас нет настроя общаться с переписчиком у себя дома, всегда можно посетить переписной участок, например, в помещении МФЦ, или самостоятельно переписаться на портале Госуслуг в любое удобное время. Ведь перепись теперь цифровая и принять в ней участие можно не вставая с домашнего кресла. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...